Глава об имаме, который занимает место выше тех, кто молится за ним. То есть Барак-Лауфикум что-то вроде подиума. Особенно это распространенное явление в Турции. То есть имам бывает, у него его место немножко приподнято, что-то вроде подиума. Они для имама такой подиум делают, для Муаздина отдельно подиум делают и так далее и тому подобное. Каково положение подобных вещей? В 324 хадисе Гаммам Гаммам говорил А даже с нами помолился Гаммам Худайфа, встав на поднятый подиум. Он упал ниц на этом подиуме. И Абу Масуд потянул его. То есть тот суджуди, прям в суджуди его потянул с этого подиума и Гаммам ему подчинился. И когда он совершил молитву, Абу Масуд сказал Разве нам не запрещено было подобное? То есть когда сподвижники говорят, нам было запрещено, кто им запретил? Барасусом. Разве я тебе не подчинился? То есть что ты на меня наезжаешь, грубо говоря? Мало ли, я же не знал, вот и ты мне сказал, и я, кажется, тебе послушал. Барак-Лауфикум, как мы сказали, это распространенное новое, особенно в Турции. Почему? Потому что там Барак-Лауфикум в Турции, когда мусульмане захватили христианские церкви, переделали эти церкви во что? В мечети, а, как говорится, архитектура как церковная была, так и осталась. А потом уже забыли, что на самом деле, то есть поколение за поколением забыли, что все эти вещи на самом деле от христианства. Все эти вещи от христианства, будь это место для этого муаздина отдельное, будь это приподнятый на подиум, место для имама и так далее, там подобное. Хорошо, кто-то задаст вопрос, а вот Проксалсом же на мимбаре молился, как совместить между этими хадисами? А мимбар же тоже поднят был? Обучающий. То есть, если человек встает на подиум или на высокое место для того, чтобы обучить, в этом никаких проблем Варакулуфикум нету. Как Зикар. Пришло от Проксалсом, что он поднимал Варакулуфикум голос, делая Викар. Это бы Варакулуфикум не было постоянной основой Проксалсом, однако Проксалсом это делал для того, чтобы обучить людей. Поэтому, если ты научил людей Викару, как он делается и так далее, то подобное, нет нужды потом делать его вслух. И поэтому Абдуллаебну Аббас Рады Илана, мы знаем, что молитва Джаназа читается про себя. Но Абдуллаебну Аббас иногда в той или иной местности громко ее читал для того, чтобы обучить людей Варакулуфикум этим вещам. Для того, чтобы людей обучить этим вещам. Поэтому обучение часто бывает, отличается от того, что делается постоянно. Обучение часто отличается от того, что делается постоянно Варакулуфикум. Поэтому, если человек где-то на подиуме, на мимбаре и так далее, на высоком месте совершает молитву, чтобы показать, как молиться, в этом проблем нет. постоянно же делать это является запретным потому что пришлось подвижников разве нам не было это запрещено в аллаху алим